В сети появился текст открытого письма президенту Владимиру Путину от коллектива предприятия «Лада Ижевск». И это обращение принесло несколько откровений, на которые официально АвтоВАЗ теперь вынужден спешно реагировать. Так, по уверениям авторов письма, их завод обречен на медленное затухание, поскольку боссы российского автогиганта якобы приняли решение перенести выпуск единственной модели, семейства «Лада Веста», на головное предприятие в Тольятти. И здесь важна предыстория. В 2011 году АвтоВАЗ, наблюдая резкий подъем рынка, приобрел завод «Ижавто». Предполагалось, что площадка станет базовой для выпуска автомобилей «Ниссан». В Тольятти тогда только готовили производство будущей «Весты», для чего полностью перестроили третью нитку главного конвейера, закупили сварочное и окрасочное оборудование. Однако новый президент Бу Андерсон принял неожиданное решение перенести производство новинки. И в Ижевск пришлось спешно отправлять часть оснастки, которую вазовцы успели смонтировать и наладить. Не случись кризиса 2014-2015 годов, Андерсон вышел бы победителем. Запустить флагманскую модель в Удмуртии удалось гораздо быстрее, а дорогую логистику должен был отбить ажиотажный спрос. Однако «Веста» взлетела не сразу. «Ниссаны» постепенно ушли, и «АвтоВАЗ» получил новый, но пустующий конвейер. А заодно 10 миллиардов рублей убытка. Ровно столько, по воспоминаниям заводчан, стоил компании внезапный перенос оборудования. Вдобавок сюда последовательно переехали часть штамповки, включая линии по изготовлению панелей боковин, дверей и крыши, а также производство бамперов, панелей приборов, обивок дверей и других пластиковых изделий. Все ради удешевления логистики. И тем не менее, в Тольятти делать «Весту» будет дешевле, а завод «Лады Ижевс», как уверяют составители открытого письма, хотят занять выпуском электрического «Ларгуса». Сам «АвтоВАЗ» прокомментировал обращение ижевских рабочих пространно. В данный момент разрабатывается концепция развития российского автопрома в целом, а также стратегия для развития предприятия и бренда «Лада» в частности. Финальные решения будут приняты после их утверждения Советом директоров в августе-сентябре 2022 года. Впрочем, ждать развязки целый месяц, видимо, не придется. 4 августа «АвтоВАЗ» созывает журналистов, где обещает раскрыть все карты относительно будущего «Лады Ижевск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова